Всем привет! Елена Бережная, известная российская фигуристка в парном катании. Победитель Олимпиады 2002 года, имеет звание заслуженного мастера спорта. С 2016 года является депутатом Госдумы, представляет Ставропольскую региональную группу партии «Единая Россия». Провинциальная девчонка, приехавшая в своё время покорять северную столицу, получила не только статус звезды и олимпийской чемпионки. Она – честь и совесть российского спорта, пример стойкости и несгибаемости характера. Елена считает, чтобы достичь успеха, нужно вовремя бросать то, что приносит боль и страдания, не терпеть унижения, даже если их доставляют самые близкие люди. Далее мы расскажем, как живёт Елена Бережная, биография и личная жизнь. Ну а с вас уже по традиции лайк, подписка и комментарий. Родилась Елена Бережная 11 октября 1977 года в провинциальном городке Невинномыск. Впоследствии она прославит этот южный городок на весь мир. Сегодня в родном городе её узнают на улице, просят автограф, ею гордятся. В детстве Лена была очень маленькой, хрупкой и болезненной. В год она весила всего 7 килограммов. Доктора диагностировали у неё дистрофию. Чтобы хоть как-то закалить её, родители пытались найти для дочери подходящий кружок. Мама отвела её на танцы, потом на балет, но там отказали в приёме. Слишком слабой и маленькой была эта кроха. А вот в секцию фигурного катания её приняли с удовольствием. Она поразила тренера своим талантом и невероятной пластикой. Первым тренером Бережной была Нина Ручкина, которая поставила девочку в пару со своим родным сыном Александром. Тренер во время тренировок пользовалась довольно жёсткими методами, кричала и даже могла ударить юную фигуристку. На тот момент родители Лены развелись из-за пьянства отца, и в доме появился отчим, который смог найти общий язык и с Леной, и с её братом. Именно он пришёл на разборки с тренером, после чего Ручкина перестала третировать Бережную. В 13-летнем возрасте Елену пригласили в Москву. Мама не очень хотела отпускать дочь так далеко, но понимала, что в столице у неё больше шансов добиться успеха, чем в провинции. Именно этот отъезд положил начало успешной спортивной биографии будущей олимпийской чемпионки. По прибытии в столицу Лену поселили в общежитии. Потом оказалось, что кроме неё там больше нет ни одной девушки, одни парни. Именно там она познакомилась с Олегом Шляховым, которого тренер Владимир Захаров поставил с ней в пару. Олег оказался старше партнёрши на 4 года, они очень эффектно смотрелись вдвоём на льду. Но вот отношения между ними оставляли желать лучшего. Все, кто знал Шляхова, говорили о его жёстком характере, о том, что он настоящий тиран. Если у Елены что-то не получалось, он мог накричать на неё. Иногда доходило и до рукоприкладства. Другим фигуристам стало жалко эту талантливую девушку. Поэтому однажды после тренировки они остановили Олега и решили поговорить с ним достаточно жёстко. К Олегам Бережной хотелось, чтобы Олег перестал издеваться над ней, но эффект получился совершенно неожиданный. Шляхов перепугался преследований других фигуристов и увёз её на свою родину – в Латвию. Жёсткое отношение к партнёрше более опытного Шляхова давало свои результаты. На льду они достигали отличных результатов, смотрелись легко и гармонично, быстро поднимались к новым вершинам. Их пара очень понравилась тренеру Тамаре Москвиной, и она переманила их в Санкт-Петербург в 1995 году. По приезде в город на Неве Шляхов-Сбережной нашли себе новых друзей – Артура Дмитриева и Оксану Казакову, с которыми вместе тренировались. Первое время всё шло очень хорошо. Шляхов несколько остепенился, в отношениях с Бережной наметилось потепление, они даже начали нормально общаться. Однако Олега хватило ненадолго. Жёсткая натура Шляхова проявилась снова, опять начались придирки и унижения. Увидев такое положение дел, Антон Сихарулидзе вступился за Елену. Он был молодым, но уже достаточно именитым фигуристом. В 1994 и 1995 годах выиграл чемпионат мира среди юниоров, потом катался вместе с Марией Петровой. Антон и Елена очень нравились друг другу, и это приводило в бешенство Шляхова, который привык считать Бережную своей собственностью. Он снова завёл разговор о переезде в Прибалтику. В 1994 Шляхов и Бережная стали участниками Олимпиады в Хамаре, Норвегии. Самыми большими конкурентами для них считались украинские спортсмены Игорь Малер и Елена Белоусовская. Хотя по итогу они смогли подняться лишь на шестнадцатое место. Елена и Олег показали гораздо лучший результат – восьмое место. Дело шло к чемпионату Европы. Уже тогда Елена решила, что после окончания соревнований бросит Шляхова. Так и случилось, но перед этим ей пришлось пройти ещё одно испытание и оказаться чуть ли не на грани смерти. На чемпионат Бережная так и не попала. Она получила травму, которая чуть не лишила её жизни. Во время тренировки Шляхов рассёк ей висок своим коньком. Пострадала височная кость, осколки которой травмировали оболочку мозга. Шёл 1996 год. Бережной на тот момент было всего 18. Впереди её ждали две тяжелейшие нейрохирургические операции. В результате травмы пострадал речевой центр. Поэтому Лена не только не могла ходить, она даже не говорила. Все эти навыки пришлось восстанавливать заново. Рядом с фигуристкой в Риге находились самые близкие люди – мама Исихорулидзе. Антон был абсолютно уверен, что спортивная биография молодой фигуристки не закончена, что она сможет снова выйти на лёд. Он окружил Елену любовью и заботой, внимательно и терпеливо ухаживал за ней. Отказался от участия в соревнованиях. Это всё помогло молодой спортсменке снова встать на ноги. Врачи категорически запрещали Елене заниматься фигурным катанием. Но буквально через три месяца после случившегося Антон вывел её на лёд. К тому моменту пара Сихорулидзе-Петрова уже распалась. Вначале Антон даже не думал кататься с Еленой, это случилось как-то произвольно. Причём эта мысль посетила их головы одновременно. Они тренировались у Тамары Москвиной, которая смогла сделать из ребят пару, способную подняться на высшую ступень пьедестала. Прошло немного времени после того, как Елен и Антон стали парой, и каждое из их выступлений оказывалось победным. В 1997-м они заняли третье место чемпионата Европы, прошедшего в Париже. Спустя год стали серебряными призёрами Олимпиады в Нагано, Япония. В 2001-м году снова серебро чемпионата мира в Ванкувере, Канада. И настоящий триумф пришёл в 2002-м году, когда фигуристы привезли золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Такое достижение было на грани фантастики, особенно если учесть тяжесть травмы и длительную реабилитацию Бережной. В 1998-м и 1999-м годах пара Сихарулит-Забережная выигрывала чемпионаты мира по фигурному катанию. В памяти российских болельщиков они остались парой победителем четырёх чемпионатов России. Золото досталось ребятам четыре года подряд, с 1999-го по 2002-й. После участия в первенстве Европы 2000-го их пару дисквалифицировали. После того, как спортсмены сдали анализы на наличие допинга, выяснилось, что у Елены в крови присутствует эфедрин. Как позже объясняла сама Бережная, она заболела и в одной из американских аптек купила лекарство от простуды. Именно после его употребления в крови и обнаружили запрещенный препарат. Причём в достаточно высокой концентрации. 13 ноября 2002 года состоялась церемония, получившая название «Олимпийские золотые кольца». Картина «Розы» для Елены Бережной победила в категории «Портреты спортсменов Солт-Лейк-Сити». Ленту сняли по заказу Первого канала, чтобы мир узнал, какие трудности выпали на долю блестящего дуэта Бережная-Сихарулидзе. В 2006 году спортсмены объявили о завершении профессиональной карьеры. После ухода из профессионального спорта они отправились на гастроли в США, где представляли зрителям программу под названием «Stars on Ice». После завершения гастрольного тура фигуристы вернулись домой в Петербург. Самым любимым номером публики был Чарли Чаплин. В том же 2006 году Елену позвали в качестве участницы в проекте «Звёзды на льду». Её партнёром стал Александр Носик. Спустя два года Бережная засветилась в шоу «Звёздный лёд» на канале РТР. На этот раз фигуристка каталась с Димой Биланом. В 2009 году Елена стала участницей третьего сезона ледникового периода, где компанию ей составил Михаил Галустян. Когда Антон принял окончательное решение об уходе из спорта, Бережная продолжала кататься как одиночка. В 2016 Елена стала основателем школы фигурного катания в Северной столице. Туда принимают детей самого разного возраста, от 4 до 15 лет, причём независимо от их физической подготовки. Тренируются дети на льду спортивного комплекса «Юбилейный». Примечательно и то, что программа занятий содержит в себе развлекательную, оздоровительную и хореографическую направленности. Кроме самой Бережной, детишек в школе тренируют настоящие профессионалы. Дмитрий Ефремов, имеющий звание мастера спорта, и Наталья Ефремова, мастер спорта международного класса. В одном из интервью фигуристка призналась, что давно мечтала о подобной школе, и вот, наконец-то, собралась с духом и открыла её. Она считает, что с детьми надо начинать работать с раннего детства, потому что потом они плохо переучиваются. Бережная радуется, когда к ней приходят детки, которые раньше ходили на балет или гимнастику, они уже чувствуют своё тело и готовы работать. Весной 2017 года в родном городе Бережной Невинномыске прошло первенство по фигурному катанию, в котором приняли участие 240 детишек из десяти российских городов и стран ближнего зарубежья. Участников соревнований ждал местный ледовый дворец. Они соревновались за призы, учреждённые олимпийской чемпионкой. Елена выразила свою радость от того, что благодаря подобному мероприятию открываются юные таланты. Именитая фигуристка рада, что турнир продолжает процветать, что с каждым годом в нём участвует всё больше детей, причём их уровень подготовки показался ей очень достойным. Кроме этого, Елена возглавляет и детский ледовый театр. Это государственное учреждение, поэтому имеет бюджетное финансирование. Репертуар театра составляют не только постановкой для детей, но и для взрослых, к примеру, Юнона и Авось. Елена Бережная имеет активную гражданскую позицию, поэтому в 2016-м стала депутатом Государственной Думы. Она заменила Юрия Эмма, сложившего свои полномочия депутата. В 2011-м фигуристка участвовала в выборах от Ставропольского края как представитель партии «Единая Россия». Однако, когда распределяли места, Елена осталась без мандата. Тогда же Бережную пригласили для участия в телепроекте под названием «Без страховки». Эта передача одна из самых экстремальных на телевидении. Участникам предлагается попробовать свои силы сразу в нескольких видах гимнастики – спортивной, воздушной, на батуте и художественной. Теперь о личном. Елена Бережная не только сделала отличную карьеру в спорте, она сумела устроить и свою личную жизнь. На протяжении многих лет поклонники надеялись, что Елена наконец-то выйдет замуж за Антона Сихарулидзе, потому что все видели, как он к ней относится. Партнер не отходил от Елены ни на шаг, поддерживал ее, оберегал. Но после того, как спортсмены закончили карьеру, каждый из них пошел своим путем. Елена потом сказала, что они слишком много времени были вместе и так притерлись друг другу, что больше были похожи на брата и сестру, чем на влюбленных. Пара из них получилась только на льду, но фигуристы об этом ни разу не пожалели. Своего будущего мужа Елена встретила в 93-м на чемпионате Европы. Его звали Стивен Казинс, он фигурист-одиночник из Великобритании. Близость между ними возникла после того, как они отправились в совместный тур по США. Елена вначале даже не смотрела в сторону британца, но он сумел найти подход и завоевать ее сердце. Период ухаживаний был недолгим и закончился предложением руки и сердца. В 2007 году у пары родился сын Тристан, спустя два года дочь София Диана Казинс, однако этому браку был отмерен короткий век. В 2012 супруги развелись. Вначале причина разрыва не озвучивалась, все стало известно после того, как в 2014 Елена побывала в эфире передачи «Наедине со всеми» на Первом канале. Фигуристка откровенно призналась, что однажды муж признался ей, что брак не принес ему счастья. Этого было достаточно, чтобы Бережная собрала свои вещи и с детьми вернулась в Санкт-Петербург. Стивен не предпринимает попыток общаться с семьей. Елена много раз пыталась с ним просто поговорить, но ее намерения ни к чему не привели. В 2019 году детский ледовый театр, возглавляемый Бережной, поставил несколько спектаклей. Самыми интересными получились буратино на льду, ледяное сердце, щелкунчик, золушка. Кроме этого, Елена занимает должность детского тренера по фигурному катанию в собственной школе. Это достаточно сложно, тем более что нужно заниматься и своими детьми. В июле 2020 фигуристка побывала в эфире передачи «Судьба человека», ответила на вопросы ведущего Бориса Корчевникова. Елена ведет страницу в Инстаграм, куда выкладывает новые фото, в том числе и в купальнике. Бережной нечего стесняться, ее рост составляет полтора метра, а вес не превышает 47 килограммов. Интересные факты. Когда Бережная попала в больницу с травмой, то больше страдала не от боли, а от шока. Она увидела себя в зеркале, лысая голова и большущий шрам. Именно из-за внешности у нее началась сильная депрессия. Парным катанием Елена увлеклась в детские годы. Она очень любила пару гордественников, Горенков, и старалась не пропустить их выступления. Спустя много лет Екатерина Гордеева стала подругой Бережной. Из Елены получилась прекрасная мама двух детей. Она не мешает им самостоятельно выбирать дело всей жизни, не навязывает свой выбор. Главное увлечение треста на компьютеры и учеба, а дочь София во всем старается походить на маму. Девочка занята в постановках детского ледового театра. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!